всем привет друзья у микрофона дмитрий паучи мы продолжаем играть в майнкрафт модами джураси крафт и модом fossil and археологи между сериями я как и обещал обновил мод fossil and археологи зашел на википедию там по есть ссылка вот прям оттуда я и скачал в общем-то у меня теперь самая последняя версия этого мода там добавились артоплевра там кто-то еще писали в комментариях в общем то мы все это посмотрим по мере того как эти днк будут нам выпадать также я добавил мод грейвстоун по-моему да правильно называется который позволяет после смерти на своей могилке подобрать все свои вещички один раз меня уже укокошили в шахте ведь у него опыта мало и в принципе мод работает вот работает все нормально ok теперь мы не будем терять ну по крайней мере постараемся не терять наши хорошие вещи я очень боялся что если я обновлю мод то пропадут все дину но дину пропали но не все сейчас покажу кто остался спинозавр во первых смотрите у него появился его парус на спине он подрос и я ему воду вернул но все равно меня периодически пугает что он там делает он начинает кружиться как пропеллер в общем-то я еще прочитал что ему кормушка не нужно потому что он из кормушки не умеет есть в общем-то зря я поставил сюда кормушку но оставлю уже тупо как декор кормить его надо ручками в общем-то подходишь и кормишь максимальный возраст у него он будет здоровенный о смотрите что происходит смотрите что происходит давай 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 я у сейчас спас я даже начинаю подумывать может быть убрать у него воду прямо в максимальном возрасте у него будет 80 хп постоянно он в воде богуется ведь я уже заборчики поставил потому что он прыгает и застревает в блоках вот здесь вот под трубой где угодно везде где он выпрыгивает из воды он начинает застревать и в общем-то это не прикольно периодически я спасаем у жизни я подозреваю что первый спинозавр именно так и помер рыбки все остались на месте паразавр остался на месте и вот самая жесткая потеря это птерчик птерчик пропал а то ли из-за изменения мода то ли еще по какой-то причине может быть он также как спина вот застрял где-то в текстурках но его больше с нами нет и мне придется выводить нового единственное что я думаю что не буду выводить вот в этом маленьком помещении для него мы построим большое помещение красивое где он будет летать он и может быть конфуциоз орнис там по моему насколько я помню три вида сейчас дину которые могут летать вот можно создать вольер для пернатых если они не передерутся конечно между сериями очень много времени провел в шахте добывая ресурсы которые нам понадобятся для крафтов для стройки и так далее видите я вот сколько уже добыл опять андезита гранита и диорита также добыл очень много различных ископаемых и все эти ископаемые естественно закинул вот сюда вот в аналайзер в анализатор и и также видите автоматизировал я просеиватель в него накидал много всего гравия песка земли и он постоянно у меня работает и вот смотрите что у нас здесь на выходе вот все что он вторично мне выкидывает биофосил плент фосил все вот это я забираю и закидываю опять в анализатор по второму кругу так же как и гравий и песок выпало довольно таки много различных днк давайте их заберем кстати на утилос опять выпал все остальное можно оставить эти опять какие-то саплинги появились и выглядят они не как пальмы они другие давайте кстати один саплинг папу попробуем с вами восстановить закинем его туда в крайней вот таким вот образом также выпала еще одна рыба тиктолик не знаю как правильно произносится и как переводится в принципе наплевать я знаю что это рыба давайте тоже поставим ее вот сюда вот в культиватор сегодня мы попытаемся вывести 2 мегалограптус почему-то здесь не так называется но грубо говоря это как и рака скорпион какой-то подводный в общем-то две штучки есть 2 днк если нам повезет то то мы получим икринку возможны из икринки на не из яйца же и выведем меганевру доисторическую стрекозу меганевра очень надеюсь что у нас получится и культивировать прям очень надеюсь на утилус тоже ставим на культивацию и нам нужно еще два ведра молока сейчас наберу каким-то боком смотрите что у меня здесь происходит в загоне появилась целая куча свиней этих свиней сюда не приглашал вообще никак они просто появились сами ну погнали вводим теперь еще и рака скорпионов в процессе просеивания почему-то именно вот в процессе просеивания я заметил выпадают вот эти вот эмбр это что-то вроде морского жемчуга я так понимаю и при помощи этого жемчуга крафтится вот так нужный нам акватик скоробей но мне написали почему ты там не приручил до сих пор спинозавра приручается он только в максимально взрослом возрасте когда он вырастет у него будет 80 хп мне надо будет спустить это хп там по моему то ли до 15 но врать не буду там то ли до 5 и тогда уложиться спать ну такой становится уставший ложится типа спит подходишь и даешь ему этого скоробей тогда он приручается то есть раньше это никак не получится о саплинг у нас получился все нормально здесь все мы получили икринку погнали рыбу выпустим прям хочется наполнить аквариум различными рыбами я посмотрел на википедии что это рыбка но я не посмотрел какого она размера я надеюсь что не очень большого давайте сюда куда-то что-то такое прям на три тончика что ли похоже на какого-то момент истины сейчас попрут либо слизняки на думаю один то по-любому вылезет либо я получу все четыре днк вот навряд я в этом не верю получить бы хотя бы одно мне больше хотелось чтобы меганевра выжила есть меганевра есть нормально еще один еще один выжил еще один да ладно мне про все невезу какая-то и и еще одна иклинка класс и мы получили все все что положили туда понятия не имею как выглядит это растение поэтому даже не представляю где его сажать ну где-то вот здесь не пропадет смотрим это у нас что ухты класс очень крутое но я вижу целую кучу листьев которые висят просто в воздухе тяни прям уголочком зацеплены а некоторые даже не зацеплены они пудово пропадут очень грустно не хотелось бы потому что так она смотрите какое пустиста это дерево фух я думал паразавр вались а тех кто не знает как дать имя кладем бирку в наковальню здесь ее переназываем вот допустим для паразавра я выбрал имя гудок и за счет одного уровня тратим один уровень опыта забираем уже готовую бирку теперь останется этой биркой только шлепнуть по башке это существо и все имя прилепится теперь главное не промахнуться те рыбы очень активно перемещается по аквариуму давайте илум да илум у нас наутилус на тебе такое имя но все у нас с именем илум видите направляю на него написано илум дальше пискарь пискарь этот целокант подышали попал все целокант пискарь зубатка это у нас щука дик сюда подруга моя папа зубатка прекрасно дальше рыбоед спину и гудок это у нас паразавр для тритона пока что имени нет ну это естественно потому что его мы только сегодня вывели давайте сразу запустим кто у нас здесь есть мегалораптусов дух запустим мило мегалограптусов простите так одного запустили вот он мелкий и 2 запустили шикарно вот для них скорее всего мне понадобится в кормушку закинуть еду смотрите какие они активные вот я боюсь что они то и пожрут рыбу не показалось или сумм сожрал 1 лол рили рили сом жрет их да ладно ну значит они обречены точнее они а он последний сейчас сама вода тоже смотрите да жесть он их сожрал обоих минус минус 2 скорпиона ладно выпускаем наутилуса гуляет дружище малыш малыш наутилус ну окей будет мне опыт что нельзя скорпионов одновременно с сомиками в один аквариум кидать получается что для рака скорпионов мне придется когда они мне опять выпадут сделать отдельный аквариум вообще я думал что скорпионы будут опасны а не сом ладно так рыбоед гудок держи гудок теперь гудок у нас не уверен можно ли дать спинозавру сейчас имя ведь он не вырос еще а его опять можно покормить у меня с собой еды нет рыбоед дали имя все нормально и у меня осталось 6 бирок меганевру я пока что никуда выпускать не буду я сейчас объясню почему потому что для меганевры разработчики мода сделали прям весь ее цикл как у нормального насекомого который любит воду она зарождается в воде не знаю кто он там гусеничка получается или какая-нибудь водомерка хрен его знает что там получается из нее мы с вами посмотрим ну в любом случае вот эту икринку надо выпускать воду в воде там первый один там или два цикла она растет и потом только превращается в стрекозу соответственно нам нужно сделать вольерчик не небольшой для нее чтобы там и озерцо было и суша ну в общем то и я так понимаю что вольер должен быть отдельно других существ и причем она может кушать из кормушки вроде бы все полное даже несмотря на то что они стоят вот на самом верхнем уровне значит нормально мне сказали можно типа 6 шифтом забирать правой кнопкой рыба ну вот не забирается вот в приседе шифтом не знаю мне проще тогда снять и поставить заново пора бы удочками заняться можно вот эти наверно даже просто выкинуть уже прямо сейчас они не нужны пару стаков рыбы я наверно пожарю хифая из fish and dead rising мод fish and dead rising дает возможность нам скрафтить мицелий при помощи вот этих вот веточек дали корни что такое не знают смотрите на прожимаем у 6 земли 3 вот этих корня дает 6 мицелия и это очень круто потому что я люблю использовать как декор еще и грибочки что я делаю я беру ставлю мицелий примеру сажаю вот такого допустим грибочек и выращиваю его папа и у нас уже возле дома растет самый настоящий гриб и нам для этого не надо жить ни в каком там другом биоме самое главное его осветить вот туда наверх тоже поставить факел тогда все будет нормально нем никто не будет спавнится есть еще один способ вырастить гриб не имея мицелий то есть как это выглядит ставим вот такой вот грибочек допустим 234 высоту до 1 2 3 4 5 вот у меня по моему именно вот в таком вот количестве получается 5 блоков и строим вот такой вот не за зонтик не зонтик чтобы гриб понял что он под землей то есть если над грибом есть какая-то какой-то площади козырек то его можно посадить вот пробуем вам мы его посадили не смотрите на грипп это почему-то из-за шейдеров он так выглядит знаю почему шейдеры нормальная и теперь теперь можно убирать козырек и гриб не выпадет но но если будете пользоваться этим способом то не убирайте последний блок то есть как только вы струбить и последний вот этот блок гриб сразу выпадет имейте это ввиду и теперь мы точно также его можем вырастить и потом убираем блок все у нас есть тоже свой гриб без мицелия я вот думаю что давайте поставим компсогнатиков до выводиться вдруг получится они выведутся но хотя бы одного хотелось бы получить хотя бы одного по минимуму я уж боюсь загадывать что прям двоих получим то что уж слишком много нам сегодня везло целых шесть культивирование у нас прошло как надо спинач не пугай меня не пугай как ты туда залез я заборы поставил засранец не уж что ты опять застрял пожалуйста скажи что это не так давай иди отсюда рыбает грёбаный иди даже не знаю мне немного теперь мешает эта пальма можно попробовать и срубить и посмотреть выпадут ли саплинги и вообще какое из нее получится дерево бревна одни до саплингов ни одного ни одного ростка не выпало но как бы и ладно потому что эту клумбу я хочу переделать отлично с остальной ограды мы чуть позже разберемся здесь воды не будет точно потому что здесь я буду заходить здесь будет стоять кормуха где-то ну я вот думаю что она будет стоять где-то вот здесь вот на месте вот этого кубика шикарно можно даже еще на один блок уйти вниз я думаю что для одной обычной стрекозы здесь место должно хватить попробуем положить бревна вот так вот вот таким вот образом вот здесь вот здесь положим 3 вот так на нормалек и можно вот такие вот бревно акации положить где-то допустим вот здесь вот так светокамень мне кажется немножко как-то засвечивает всю картинку сейчас попробуем поставить вместо него головы вот этих скелетов тем более что они фармятся легко и даже вообще не жалко а вот теперь они не бросаются в глаза как светокамень и не забирают все внимание на себя меня почему-то часть стекла отсутствует какого фига непонятно теперь здесь здесь я буду подсвечивать прям по-любому по-любому мне нравится водоемчики подсвечены и так поменяем немного блоков на песок шикарно у меня всего два гравия с собой можно будет домой сгонять и поставить еще потому что я хочу гравий и здесь поставить и вот здесь еще в паре мест да сейчас изгоняю ну по сути все по сути все можно выпускать пробовать выпускать так скажем здесь насколько 3840 этого хватит надолго меганевро x сразу закрываем хотя она будет мальком и она должна остаться под водой о да смотрите кто это это маленькая baby меганевро и это какая-то личинка подводная папа я и дал рыбу и что с ней стало ну пока она такая маленькая я не буду сажать водоросли и не буду сажать траву чтобы я во-первых ее видел во вторых чтобы она не забаговалась поэтому придется потерпеть и пока что здесь все будет выглядеть примерно вот так единственное что можно немножко еще вот вот так вот сделать здесь кусочек я думаю что вот здесь можно вот так куда сделать не будем прямо перебарщивать и вот здесь все хорош здесь типа здесь такое внутри дерево растет так вот так кангер 45 45 диета она ест рыбу и мясо окей темперамент этот моб убегает от других мобов окей гендер мэйл мужчина овнер мистер паучи видимо когда я покормил все таки вот этот фейерверк означал что я ее приручил блин я сам не утонул куринт о да ванда то есть сейчас это существо ну приказ для него ходить куда хочешь то есть она бродит управлять можно стрелой соответственно могу заставить ее стоять могу заставить ходить за собой и activity этот моб активные во время дня окей дай мне книжицы по тебе тапнуть кормушки ты еда наверное есть давай включу блин не дает посмотреть а есть здоровье 20 из 20 голод 2 из 70 он голодный поэтому нападает любит рыбу и мясо почему голодный я же ему кормушку поставил темперамент такую тех кто близко подходит дамочка неприрученная ванда ну то есть блуждание да я могу тебя покормить без проблем дай только подойти к тебе вот покормил же а фига ты все еще нападаешь но видимо я упустил момент и не приручил его в самом начале и теперь он будет такой вот агрессивный все приручил приручил да ну да и темно научилась раковины наутилуса можно и управлять у меня нет раковин научился ли всего 2 научился я не хочу их убивать ну что я думаю что можно попробовать приручить спинозавра и как его приручать пока он застрявший у меня есть хорошие шансы может быть из лука по нему настрелять ну либо как-то по носу ему настучать аккуратно делаем скоробей мой последний скоробей я вот сегодня вечером несколько часов провел в шахте но так и ни одного не добыл к сожалению мы не наблюдаем же слезняков а это значит что у меня есть два яйца компе а у кей раз яйцо 2 яйцо а вот это круто это круто и даже яйца наверно пока что сюда положу он все еще не вылез и по моему он такого же размера как тот скелет который стоит у нас во дворе по 5 я забираю 23 но я его отхилю едой отхилю правда он очень злой будет но что поделать так 32 23 16 последняя он лег спать улег спать и даем ему скоробей а все приручили у нас есть ручной спинозавр я могу на нем как-то там ездить а почему ты дерешься тебя приручила какого хрена я его приручил он злой был за то что я его бил теперь у нас здесь написано что овнер мистер паучи все нормально темперамент агрессивный атакует других мобов по сути если я его привяжу за собой то смогу ему как-то командовать таскать стоит давай following дико сюда дружище стоять и вандринг стой здесь какого хрена ты со мной телепортировался пойдем-ка о а это же хороший шанс попробовать что он из себя представляет ну-ка свинюшка а он что не может кушать я непонятно как ему кого-то сожрать на правую кнопку он бьет хвостом на левую тоже хвостом cq вот он выбрасывает тупое все попробуем еще раз отправиться отсюда куда-нибудь маркеры парк телепорт ну его вроде нет но он почему-то стоит на месте хотя если бы у него активен был режим стоять он бы такой прилег бы на травку да ладно спину играет с мячиком серьезно или это мне показалось но мячик уже в воде он с ним балуется реально вот для этой вот маленькой козявки который там еле видно в этом аквариуме где он там вона под деревом до поплыла мы отгрохали целый вот такой вот дом не знаю сколько она будет расти прошло минут десять а у нее только 2 хп прибавилось видимо придется прям конкретно подождать поэтому на этом мы сегодня серию будем заканчивать следующей серии мы продолжим строить парк а потому что у нас есть теперь два яйца компе для них надо будет придумать какой-то тоже загон или вольер вольерчик небольшой и попробуем вывести кого-то еще я говорю вам до свидания всем спасибо за просмотр всем пока